Всем большой привет! Это видео я хотела бы поделиться с вами покупочками из магазина FixPrice. Покупочек было совершено очень много. Что-то я купила для Алиночки, для ее игры, художеств. Что-то я купила для дома, для хозяйства, о чем я вам сейчас детально подробно и расскажу. Приятного просмотра! Я хотела бы начать с мельных пузырей, которые Алиночка обожает. Это вот такие замечательные пузыри. Буквально двумя взмахами у вас очень много мыльных пузыриков. Они очень удобны именно для маленьких деток, которые еще не умеют дуть. О, как ты их любишь! Так что, девчонки, всем рекомендую. Отличная вещичка. Они, кстати, очень редко бывают в FixPrice. Их почему-то постоянно расхватывают. Ну, не почему-то, а потому что они действительно отличные. И мы, когда туда приходим, всегда или последнюю упаковку забираем, или две последние. И также я купила Алиночке вот такие пузыри. Если стоили 25 рублей, вот эти 50. Но вот эти пузыри она не умеет, конечно, запускать. Потому что, а, немножко получается у нее, но она дует, конечно, плохо. Опа! Это все-таки больше для взрослых, и они по одному шарику всего. Опа! У тебя вон сколько много! На, попробуй. В общем, девчонки, мыльные пузыри на лето – это самое лучшее для деточек. Вот, как нужно дуть. Видишь? Смотри, здесь сколько у тебя много. Ну-ка, давай, смотри. Алина, смотри. Ой, сколько много! Следующее – это очень нужная вещичка на лето – это набор для кусочницы. Лопатка, ведерко и пасочка всего лишь за 50 рублей. Мне кажется, в детских магазинах такие наборчики стоят где-то рублей 150-200, как минимум. Выполнено очень хорошо, и даже не жалко где-то там забыть, например, на детской площадке, потому что стоит действительно очень дешево. Можно прям сразу несколько наборчиков таких прикупить. Самый любимый у Алины наборчик. Мы пойдем сегодня гулять с ним, да? Следующее, что я купила Алиночке – это наборы для рисования. Первое, что я купила – это альбом. Альбом отлично, у него 24 листа, листики достаточно плотные, и мы здесь уже рисуем. Для альбома, кстати, альбом стоил рублей 25, мне кажется, всего лишь. Для альбома я купила вот такой вот набор из маркеров. Маркеров здесь получается 5 штук. Они очень ярко рисуют, но… Алиночка, давай покажем. С одной стороны рисует, да? Давай рисуем. А с одной стороны печатка, то есть печатка очень симпатичная. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Смотрите, то есть здесь получше. Вот такие снежинки, например, очень симпатичные. Да? Смотри, какая печатка. Что? Очень-очень яркие цвета. Смотрите, Алиночке нравится. На, рисуй давай. Рисуй. А также я ее купила, уже не в первый раз покупаю. Это вот такие вот мелкие восковые. Алиночке тоже, они очень нравятся. Они достаточно мягкие. Конечно, они не так ярко рисуют, как, например, фломастеры. То есть, смотрите, например, здесь мы рисовали маркерами, а здесь мы рисовали вот этими восковыми мелками. Но восковые мелки хороши тем, что они легко отмываются от мебели, от стен, от дверей. Поэтому рекомендую вам прикупить именно восковые мелочки. Отличная находочка. Следующее, что я покупаю Алиночке уже не в первый раз, это вот такие вот картонные, замечательные, яркие книжки. Девчонки, действительно, очень качественный, толстый картон. Очень яркие, сочные цвета. Алиночка эти книжки обожает, и мы с ней часами сидим здесь, разглядываем картинки и пытаемся узнать о разных животных. Поэтому рекомендую, рекомендую. Отличные книжечки. Также мне понравилась вот такая вот книжка-развивашка. А здесь, например, то есть, посмотрите, ушко, глазик, там, язычок у ребеночка узнавать. Глазки закрыты, глазки открыты. В общем, такая вот развивашка. Мне очень понравилась. Будем с Алиночкой заниматься. Хотя она, конечно, многое уже знает. Мне кажется, что в обычных магазинах книжных, такие книжечки где-то там от 200 рублей, а тут всего лишь за 50. Так что рекомендую вам посмотреть именно книжную продукцию в экспрайсе. Следующие вещечки я уже приобрела для хозяйства, для ванной комнаты. Первая, это вот такая милейшая губочка для Алины в форме котеночка, такая вот мягенькая, махровая. Алиночка вообще не очень любит наши с мужем мочалки, потому что они достаточно жесткие. А вот этот вот котенок, мне кажется, ей очень в ванной комнате понравится. Следующее, что я купила, были вот такие вот салфетки для кухни. Мне кажется, что отличный вариант. Первая салфеточка вот такая вот большая, и другая поменьше. Мне кажется, что вообще незаменимые вещички на кухне, они, конечно, очень быстро портятся, пачкаются, поэтому не жалко будет там попользоваться ей, может быть, недельку-две и выкинуть. Помимо этого, что я приобрела? Да, самое-самое главное, хотела вам показать, это вот такие вот контейнеры для ванной комнаты. Вот этот контейнер меня просто покорил. Смотрите, какая красота. Он белый, пластиковый, здесь такие вот милые кружева. Я буду использовать, ну, здесь, например, какие-нибудь крема, баночки-скляночки для организации хранения именно в ванной комнате. И вот такой вот побольше контейнер. Здесь тоже хранить какие-нибудь тюбики, которыми я, может быть, нечасто пользуюсь, и, может быть, куда-нибудь под ванной, например, убрать. Или даже где-то на стиральной машине. Очень симпатично будет смотреться. Так что советую, советую. Это тоже всего лишь 50 рублей, и были самые разные расцветки. Следующее, что я купила, это были вот такие вот меламиновые губки. Я им раньше пользовалась, не эта фирма, а другой. И мне они очень нравятся. Они действительно без химических средств легко отмывают какие-то загрязнения, например, от наших белых дверей. Если Алиночка маркером или там ручкой нарисуют на стуле, еще где-то, очень хорошо отмывают. Не знаю, как эта фирма, попробую. Следующее, что я приобрела, это была вот такая вот миленькая керамическая ванночка для губки на кухне. Мне показалось, что очень симпатично будет украшать и стоять на раковине. Следующее, что я приобрела в Фикс Прайсе, это был набор, состоящий из двух вот таких вот тар для специи. Мне понравилось, что у них минималистичная такая расцветка, ничего лишнего. И здесь очень удобные разделения для мелких сыпучих каких-то продуктов и более крупные. Так что очень удобно. Следующее, что я приобрела для кухни, это была вот такая вот лопатка для сковородок с антипригарным покрытием, потому что моя уже пришла в негодность. И мне кажется, что, в принципе, сделано довольно качественно. Посмотрю уже в использовании. Следующее, что я купила в Фикс Прайсе, покупаем уже раз в десятый. Это вот такие вот вкуснющие маршмеллоу. Девчонки, это такие легкие воздушные зефиринки. Они немного сладковатые, не сильно сладкие. Алиночка их любит, я, конечно, ей не часто их даю, но периодически покупаю. Вообще, у меня их обожает муж, в основном я покупаю их для него. Мне нравится, что производство химки не содержит ГМО. Их составят пшеничный сироп, сахар, вода, пшеничные декстрозы, желатин, ваниль и пищевой краситель для розовых маршмеллоу. В общем, ничего вредного, поэтому деткам можно на какие-то детские праздники, например. Я, кстати, делала маршмеллоу попси на Алини на день рождения вот с этими маршмеллоу. Если помните, маршмеллоу попси, это на палочке в глазуре, в посыпке очень красивые, такие вот украшения сладкие для детского праздничного стола. Поэтому, девчонки, рекомендую, если будете в экспрессе, прикупить. Они, кстати, редко бывают, поэтому их еще нужно найти. Также я Алиночке купила вот такую вот милейшую кружечку с солнышками. Она в последнее время стала очень активный интерес проявлять к стеклянным нашим кружкам. И для того, чтобы она не разбила кружки от сервизы, я решила ей купить вот такую вот дешевую стеклянную кружку, чтобы она училась пользоваться аккуратно стеклянными предметами. Если она ее разобьет, будет не жалко. И последнее, что я приобрела в педпрайсе уже для себя, это набор из шести резиночек. Мне понравилось, что они однотонные, достаточно такие упругие, надеюсь, будут качественные. Буду пользоваться с удовольствием. Ну вот и все, чем я хотела с вами поделиться. Надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!